Третий трудовой семестр студотрядовцы по традиции открыли межрегиональным слетом. Более полутысячи ребят в бойцовках из разных регионов Сибирского и Федерального округа собрались в лагере «Березка», чтобы пообщаться с единомышленниками, интересно провести время, завести новые знакомства и проявить свои способности в увлекательных конкурсах. Собравшиеся выстроили на поляне большую надпись «ООСО». Таким образом, ребята решили открыть шестой по счету палаточный слет, который смог похвастаться не только расширившейся географией, но и насыщенной программой. Сегодня у нас три мероприятия. В общем, это студенческий конкурс среди студенческих отрядов Сибирского и Федерального округа «Труд-крут». Ребята приехали из Томска, Алтая, Кемерово и Новосибирска. Также у нас проходит Всероссийская школа инструкторов, это уже второй этап у них школы. Тоже ребята приехали с разных регионов, из тех, что я уже назвала, и дополнительно еще ребята приехали из Уфы. Они приехали именно на школу инструкторов. И третье традиционное наше мероприятие, которое проходит ежегодно, это шестой региональный палаточный слет студенческих отрядов Омской области. А более 550 человек сегодня собралось на слет. Слет объединил всю студотрядовскую семью. Строительные, сервисные, путинные отряды, а также отряды проводников и вожатых. Им предстояла непростая задача – показать и доказать свой профессионализм не только в теории, но и на практике. Мы доросли до того, что сегодня мы проводим не просто смотр готовности, а мы действительно проводим конкурс профмастерства. Это финальная точка готовности отрядов. Прошел большой предварительный отбор, то есть далеко не все сюда попали, ну то есть все допущены до финальной части конкурса. И эта практическая работа, практическая подготовка отрядов, она позволяет нам быть уверенным, что вот те отряды, которые уже сейчас в финале, они действительно на самом высшем уровне, они все будут представлять регион на самых главных объектах страны, и мы в них уверены. Пожалуй, одним из самых ожидаемых и интересных событий слета стал конкурс отрядных палаточных стоянок, где ребята смогли проявить свое творческое видение в оформлении лагерей. Здесь можно было отыскать воздушные шары, клумбу из бумажных цветов и даже схему омского метро. Не менее интересным стал конкурс полевой кухни. У костра в каждом лагере бойцы колдовали над блюдами разных народов. Например, команда СПО «Вега» приготовила совершенно непривычную для походных условий итальянскую пасту, а ребята из строительного отряда «Сталь» – грузинское национальное блюдо «Аджахури». Мы готовим аджахури, пытаемся приготовить аджахури. Это грузинское национальное блюдо, это семейное блюдо, поэтому все есть из казана, но не из этого. В общем, должно довольно вкусно получиться, надеюсь, надеюсь на это. Ни одна встреча студенческих отрядов не обходится без песен под гитару. Не стал исключением и этот слет. Участников ожидал батл гитаристов, организованный Сергеем Рогозиным, где каждый отряд мог исполнить свои любимые композиции. Батл гитаристов проводит мой хороший друг Сергей Рогозин, человек очень известный. Если нужна гитара, то зовут Сережа, а ты где? И Сережа идет такой, я опять с гитарой на всех слетах, на всероссийских слетах, на региональных слетах. Сережа очень популярный, знаменитый человек, знает очень много песен, именно отрядных. Он написал много песен про отряды, также про свою первую стройку в академическом, которая проходит в Екатеринбурге. И он, можно сказать, профессионал своего дела. Не обошли стороной организаторы слета и образовательную составляющую. Ведь для того, чтобы стать настоящим бойцом студенческого отряда, недостаточно быть просто творческим, талантливым и креативным. Нужно обладать еще и значительным багажом знаний. В рамках того, что Омский штаб является одним из центров, отвечающим за всероссийский проект всероссийского отряда проводников, мы здесь проводим финальный этап школы инструкторов. Это те ребята, которые со всей России съехались и будут отвечать именно за отряды проводников по всей России. Приятным дополнением ко всему перечисленному стали грандиозный концерт, дискотека, посиделки у костра, песни под гитару и дружеское общение. По нашим улицам медведи ходят, говорят, «Студотрядовцы», собравшиеся на слете доказали, что они не из тех, кто будет бесцельно прожигать лето. Синие бойцовки представителей Омского областного студенческого отряда уже мелькают по всем детским лагерям, вокзалам и стройкам. Наши отряды продолжают отправляться из Омска во все уголки России, чтобы своими руками создавать будущее своей страны.